МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Продолжается шумиха вокруг ожидаемых сиквелов Диабло 3 и Старкрафт 2. Новая клавиатура со строгим, но стильным внешним видом, не лишенным интересных дизайнерских идей. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы научимся грамотно использовать первые респы на карте Д-Нюк. И, конечно, сегодня мы увидим матч по Counter-Strike 1-6 между двумя очень известными командами. Бразильской МИБР и шведским коллективом ФНАТИК. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Заканчивается российская квалификация ИМС-3. На этот раз в решающем матче сошлись Форзе и Эйнфол. Для екатеринбурженок эта встреча являлась последним шансом зацепиться за участие в Евролиге. И девушки подошли к игре со всей ответственностью. Москвички одержали в течение недели уже три победы и останавливаться явно не собираются. Коллектив Форзе со стопроцентным результатом занимает первое место в отборочной группе. Новый рейтинг Dust of World Ranking, созданный для выявления лучших команд по ДОТа, выступающих на международных лан-мероприятиях, сегодня представил общественности свои сентябрьские обновления. С 1150 очками в активе рейтинг возглавляет МИМ ДОТа. Позади, имея на 100 очков меньше, идет шведский ростер СК. Третье место заняла сингапурская команда The Nive Game. Этот сезон для команды очень удачен. Она смогла сходу забраться на пьедестал почета. В Швеции продолжается отборочный тур World Cyber Game 2008. В бой вступают очередные команды за право участвовать в финальной части тура. Среди них ярко выраженные фавориты соревнований Fnatic, которым все-таки придется пройти квалификацию, несмотря на тот факт, что команда имеет в кармане гарантированное участие на DreamHack Arctic. Также среди участников неудачники первой квалификации Evil Zone и ATSC. Посмотрим, получится ли у этих команд на этот раз. Продолжается шумиха вокруг ожидаемых сиквелов Diablo 3 и StarCraft 2. Напомним, ранее вице-президент компании Blizzard Франк Пирс заявлял, что выход в свет второго StarCraft в конце 2008 года маловероятен. Слишком много работы, которую еще предстоит выполнить, так он сказал. На третьей части Diablo в данный момент трудится намного большее количество людей, нежели над StarCraft 2. Поэтому, скорее всего, мы увидим его первым. Сегодня мы научимся грамотно использовать первые респы на карте D-Nuke. Первый респаун дает вам преимущество над врагом, так как вы занимаете важную позицию раньше. За атаку очень часто первый респ открывает скрип и чекает девятку, пока его тиммейты рашат через открытую дверь. Мы же научимся делать это грамотнее, кидая флэш не в дверь, а в лампу. Это экономит флэшки и слепит весь мейн. Второе направление атаки с первым респауном — это рампа. Две флэши, кинутые точно по таймингу, сделают проход по рампе спокойным и безопасным. Первая флэш кидается в ящик, вторая — по стенке. За оборону очень много вариантов использования первого респауна. Мы рассмотрим самый распространенный — это пуш через рампу. Две флэши, кинутые по таймингу, откроют вам рампу и ослепят противников на нуле. Мы — школа киберспорта. Учитесь вместе с нами, чтобы стать профессионалами. Разойдись! Смотрите далее. Компьютерных энтузиастов должна заинтересовать новая мощная видеокарта. И, конечно, сегодня мы увидим матч по Counter-Strike 1-6 между двумя очень известными командами — бразильской МИБР и шведским коллективом ФНАТИК. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Представляем клавиатуру Genius KB380. Внешний вид строгий, но стильный, не лишенный интересных дизайнерских идей. Клавиатура оснащена экраном, выполняющим функции дисплея и калькулятора. Конфигурация полноразмерная, с типичной высотой клавиш. Раскладка клавиш обычная. На задней плоскости имеется вход для наушников и микрофона. Также она приспособлена для быстрой работы с программой Skype. У компании Nexus появился новый процессорный кулер Low 7000, который стал уже второй по счёту моделью после FLC 3000, совместимый с новейшими чипами Intel Core i7. Согласно приведённым спецификациям, дебютант весом 475 граммов выполнен в низкопрофильном форм-факторе и обладает габаритами 138 на 123 и на 70 миллиметров. Изделие имеет медное основание с технологией SkyF-Tec. Рассчитано под сокет LGA и снабжено четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 миллиметров каждая. Компания HP продолжает выпуск интересных настольных компьютеров TouchSmart. Модельный ряд недавно обновили, представив TouchSmart IQ 804 и IQ 816. Устройства оснащаются 25,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Поставляются в комплекте со специальным софтом. Также имеется телевизионный приёмник с дистанционкой, веб-камера, блютуз-модуль и подсвечивающиеся клавиатуры. Единственный минус – это очень высокая цена. Компьютерных энтузиастов, выбирающих жидкостный способ охлаждения ключевых системных компонентов своих настольных ПК, должна заинтересовать новая мощная видеокарта и VGA GeForce GTX 260. Основой данного ускорителя стал обновлённый графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 260 с модернизированным чипом G200103A2, который обладает 216 потоковыми процессорами, 72 текстурными модулями и 28 блоками растеризации. Сегодня вам предстоит увидеть игру по Counter-Strike 1.6 CSWC Masters 2008. На этот раз встретятся лучшие команды континентов – бразильская команда MIBR и шведский коллектив Fnatic. Состав команды MIBR Бруно Бит Лима, 22 года Олаф Ола Наполеро, 19 лет Веллингтон Тон Карузо, 22 года Норберто Ланс Лейк, 18 лет Тьяго Батата Монтеиро, 19 лет Менеджер этой команды делает постоянные замены игроков, что не лучшим образом сказывается на результате. Если бразильцы не пойдут в тройку победителей на этом турнире, то, скорее всего, команду опять ждут изменения. Состав команды Fnatic Харли ДСН Орвел, 20 лет Оскар Арчи Тоджерсон, 19 лет Патрик Форест Линберг, 19 лет Оскар Инст Холм, 21 год Патрик Карн Сеттермон, 22 года Команда Fnatic по-прежнему делит лидерство в своей стране с командой СК Но ни те, ни другие уже более полугода не выиграли турниров мирового уровня Наверное, в командах пора что-то менять, чтобы выйти из этого положения Команды будут делить место на карте Дэнюк Бразильцы начинают за атаку, а шведы, соответственно, за оборону Мибр в первом раунде выпадает первый респ, и они решают делать раш через скрип Батата откидывает две флеши, одну в мейн, одну на выход из будки, чтобы ослепить девятку Четверо его тиммейтов убегают через скрип, но неудачные размены приводят к тому, что Ола остается один против двоих и погибает Четвертый раунд Счет 3-0 в пользу Фнатик Обе команды решают сыграть нестандартно Тон запрыгивает на большую скалу, а на рампе сделали подсадку между рельс Ола делает два точных прострела у рамы и девятки В результате Арчи и Инс погибают, даже не успев понять, в чем дело Форест хочет чекануть улицу, но не так все просто Тон уже с самого начала раунда контролирует улицу со скалы Форест погибает Бразильцы ставят бомбу и идут искать последнего шведа, Карна Происходит размен, но он уже ничего не решает Мибр берут раунд Шестой раунд У бразильцев полузакуп И они пытаются повторить предыдущий раунд Выйти через скрип с раскидкой И ситуация повторяется Теперь Тон остается против Фореста и ДСНа Бразилец с легкостью убивает Фореста и остается один на один После халда он ставит бомбу, но ДСН прочекал нижний плент и уверенно убивает террориста с девятки Теперь бразильцы играют еще более агрессивно Они занимают ноль и имитируют раш рампы, но сами остаются на ноле, пересекая попытки шведов аркадить Бит после прострела взрывает Арчи у будки Далее происходит двойной размен Инс убивает Бита в будке Батата убивает ДСНа на железе, но в ту же секунду сам погибает от пуль Фореста Швед тоже живет только несколько секунд после сделанного фрага В итоге Фнатик остаются вдвоем против троих из Мибр Бразильцы ставят бомбу на нижнем пленте Но шведы быстро среагировали и в результате Карн остается один на один с Тоном Швед откидывает дым и флэш и сразу начинает диффузить бомбу Бразилец ждет до четырех секунд, но на пятый не успевает убить и сливает раунд Фнатик не дает взять Мибр ни одного раунда Счет уже 12-2 в пользу шведов остается последний раунд первой половины Не у всех шведов хватает на полную закупку и некоторым приходится бежать с диглами Бразильцы пользуются этим и ходят только парами или тройкой Мибр проходит рампу Просто сметая шведов на своем пути Карн остается один против четырех врагов Прострелом на железо он убивает Ланса Из канала убивает Бита Пытается обмануть двух оставшихся террористов Которые уже поставили бомбу, но ему это не удается И Батата убивает его Счет за первую половину 12-3 в пользу Фнатик Шанс затащить игру на овертайм был, но Мибр смирились с поражением И после обмена сторонами не смогли показать ничего Бразильцы проиграли четыре раунда подряд за оборону И соответственно проиграли эту игру Итоговый счет 16-3 в пользу шведской команды Фнатик Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Новые состязания между киберспортсменами